Время учиться в России 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 Естественно, для того, чтобы мы могли в ходе информационного этапа привлечь внимание участников, издается сборник «Время учиться в России», данную информацию мы заблаговременно собирали от вузов, желающих принять участие, и переводим на язык страны, потому что все мы прекрасно понимаем, самый эффективный способ позиционировать свой вуз в дом или в той или иной стране, это на языке, на его языке, здесь вот лица Архазия, Китай, Замбия, Монгола, ну как пример, Монголия. Каковы и многие работы за три года? Порядок 61 вуза приняли участие в мероприятиях, здесь вы можете наблюдать, из Центрального федерального органа, Южного, Северо-Западного, Приволжского федерального круга, а также Дальневосточного, Сидирского, Уральского, Северо-Кавказского. Ну а в статусе 5 вузов федерального значения, 14 вузов статусе национальных исследований и 12 вузов участников программы 5СПО. В заключение хотел бы отметить, что поправить немножко своих коллег, да, что, да, изначально эти линии проводились только по техническим специальностям, но ввиду силу развития данного проекта, в прошлом году, вот, отборочный этап 2015 года, он оказал, и нам удалось провести уже отборочные мероприятия и на экономические специальности, что было отражено в тех информационных письмах, которые мы рассылали участникам. Ну, есть, существует предложение об Олимпиаде, время учиться в России. В нем прописано, что на экономические специальности имеет право быть окопленными не более 10% от общего количества победителей. То есть, пока мы эту цифру решили провести таким образом, чтобы не исчерпать технические вузы, которые, ну, по большому счету, создавали этот проект и являлись основоположниками, и которые, естественно, заинтересованы в первую очередь в привлечении ребят в себе на технические специальности. Ну, это все. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, спасибо. Спасибо, Анастасия Николаевича. Никто не хочет спросить, как время учить? О, уже там прожили. Алексей, спасибо. Вернуйтесь, пожалуйста, в статистике. Там у вас было количество музов. Это, наоборот, когда 13-14-15 год вы показываете. Да, да, да. Сейчас. Я не поняла, это муза со стороны Российской Федерации у вас там была, или вы имеете в виду музу, которая, вот, муза, видите, 161. В смысле, 161. В смысле, это, в общем-то, 161. Видите, вузы написали? Это ошибка, 161. Да. То есть это, в принципе, вузы? Это вузы, российские вузы-участники, да, которые принимают. Я хотел бы добавить, да, что желание принимать участие в этой Олимпиаде в вузы изюляют, естественно, сами. Это может быть как очное участие, так и заочное участие. По ладе в информационных письмах цена меняется. Здесь мы работаем тесно с интернаукой, вот, и часть организационных вопросов на себя берет интернаука. Вот, и, ну, чтобы вы понимали, примерно порядок этот был по отборочному этапу осенью 35 800 рублей, насколько я помню. При этом, если в данном договоре, который я указывал, да, естественно, отражается информация о вузах-участниках, независимо от того, точно они принимают участие или заочно. Естественно, победители Олимпиад имеют право среди этих, этого списка выбирать себе вуз. Редактор субтитров А.Семкин